День с толком Всех, кто смотрит нас по телевизору и на ютюб Подписывайтесь, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях Кстати, сегодня нам есть о чем вам рассказать Смотрите в этом выпуске В постоянном страхе и нечеловеческих условиях Почему несколько семей в Барнауле отказываются переезжать из аварийного дома? На элеваторах гостиницы, на заводах центры развлечений Реально ли оживить заброшенные промзоны края? Когда на медицину нет надежды Чем лечились и где черпали духовные силы наши предки? Два века назад Барнаул переживал мощную эпидемию В крае вслед за федеральным решением ужесточен масочный режим Если раньше защитные средства требовалось надевать лишь в магазинах Общественном транспорте, на остановках и в местах массового пребывания людей То сейчас список расширился А теперь они обязательны также в такси, на парковках и даже в лифтах В правительстве региона приняли также решение о запрете развлекательных мероприятий В ночное время с 23 часов до 6 утра Возможно, это хоть как-то поможет затормозить рост числа инфицированных Ведь даже официальная статистика по-прежнему не радует За сутки выявили 219 вновь заболевших и 17 человек Это рекордная цифра, скончались Тяжело болеющих 511 Всего с момента пандемии заболело 19 тысяч жителей края На самоизоляцию ушел и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов Как сообщают официальные источники, у него появились признаки ОРВИ Результаты теста на ковид пока не готовы Студенты-медики пришли на помощь врачам станции скорой медпомощи Барнаула Какую работу они выполняют и не боятся ли заболеть коварным вирусом, знает Анастасия Дороган Целых 5 дней провел Евгений Баев в красной зоне Он работал в больнице скорой помощи, когда там открыли госпиталь Сейчас его место не в палатах, а в лаборатории За день проводят и до сотни исследований Вторая волна, так скажем, жестко сказалась по всем Война в переводе заревня славянского – это война народа В принципе, то, что сейчас и происходит Народ воет, медики устают Ну, деваться некуда Кто-то должен выполнять эту работу У нас, как всегда, не хватает кадров Потому что нас и туда призывают идти работать И в обсервацию, и в госпиталь То есть и здесь мы еще должны находиться Приемный покой не пустует В панике люди спешат к врачам с любым симптомом Здесь определяют серьезность их состояния Илья Калмаков – шестикурсник Выбирает между хирургией и травматологией Дежурит по 16 часов или сутками И успевает успешно, по его словам, учиться Быть на передовой, когда даже не ясно, кто болен ковид, а кто нет Не боится, уже переболел Переживает за другое По учебникам одно, нам на занятиях говорят одно А приходишь Клинические случаи все разные Нету похожего И просто банально не хватает опыта Учились исходно на врачей И какие-то сестринские, скажем так, циклы и курсы У них были минимальные И нам приходится их учить заново То есть это большое время уходит на то, чтобы обучить человека И он начал полноценной функциональной единицей Именно в сестринских рядах То есть это как минимум 2-3 месяца Нам не помешало бы, чтобы у нас работали медсестры Медбратья, палатные, анестезистки И это несмотря на то, что сейчас в больнице работает 76 студентов По словам Алексея, текучка среди опытных кадров выросла Кто-то уходит в стационары, треть сестринского персонала болеет Поэтому помощь будущих медиков неоценима и пока невосполнима Анастасия Драган, Алексей Фризин, День с толком А люди стали чаще обращаться к религии Впрочем, неудивительно При продолжающемся росте болеющих коронавирусом и смертности от него На медицинскую помощь особой надежды, увы, нет Барнаул, к слову, уже переживал подобные тяжелые времена К примеру, город сталкивался с неизвестной эпидемией в середине 18 века Жители также часто умирали от инфекции И орбидола в аптеках, понятно, тоже не было Чем лечились и где черпали духовные силы наши предки, узнавала Ирина Корчагина Нет такого способа сохранения археологических памятников, как закатывание в асфальт То есть, ну, где-то, наверное, за это даже могут посадить в тюрьму, но... Речь идет о старинном кладбище Барнаула С середины 18 века Прошлым летом здесь проходили раскопки Среди усопших работники сереброплавильного завода Найдено множество детских захоронений Можно полагать, что многие из них погибли от инфекции Орбидола, зитромицину, колл-центры еще не придумали Первый врач, который здесь обосновался и профессионально оказывал медицинскую помощь Был Йозеф Цидоркоп По образованию он был не просто медиком, он был хирургом А здесь он, как сказано, варил деготь Для того, чтобы смазывать раны рабочим заводом Ему было назначено оклад 200 рублей в год Рабочие получали 12 рублей в год Здесь в районе торговой площади, или, как еще называли, базарной Располагался первый госпиталь Скажем, вот та часть, которая примыкает к Барнаулке На 9 коек Помощь была доступна, но в основном лечились на дому Говорит епископ Александр Франц Больных навещал врач Огромную роль в те времена играла горная аптека Часть лекарств сюда поступала из Москвы, из Санкт-Петербурга А часть лекарств изготавливалась на месте Вот, собственно, для этого, если мы посмотрим Вот у нас за спиной Располагается аптекарский сад, который мы сейчас знаем Как парк центрального района В этом аптекарском саду выращивались лекарственные растения Ну, тогда лекарственными растениями считались Шалфей, ромашка, мята Например, для лечения цинги Практиковали варить пиво с хреном и шишками Многие рассчитывали на помощь Бога Например, в соседнем здании горной аптеки находилась лютеранская церковь Ее также посещали и врачи А на соборной площади, ныне площадь свободы Располагался православный храм Спустя столетия помощи просят и в Покровском соборе Икона великомученика Пантелеймона Ее писали на Афоне В Барнаул привезли в 1999 году с частичкой мощей При жизни Пантелеймон был врачом Сейчас ему молятся больные, страдающие и их родственники Люди стоят перед образом Либо коленопреклоненно, либо стоя Выражая тем самым свое состояние И обращаются с молитвой к святому А святой уже обращают ее к Богу С просьбой о помощи человеку В нашей часовне, в часовне святой Татьяны Есть икона Пантелеймона И в моей практике были случаи, когда люди молились Получали исцеление, молились себе, молились о близких Вспышки сефилиса, сибирской язвы, холеры Болезни также всегда заставали Барнаул врасплох Но рано или поздно эпидемия отступала Мы вот лютеране, люди достаточно рациональные Мы не воспринимаем это как божие наказания Может быть, да, есть повод задуматься о нашей жизни И вот о бренности этой жизни Но, по крайней мере, вот как рациональные люди, повторюсь Мы все-таки думаем, что мы победим все эти коронавирусы, эти болезни Жизнь продолжится дальше Ирина Корчегина, Андрей Печоркин, День с толком К другим темам Бывший мэр Славгорода предстанет перед судом Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере Это почти 7 миллионов рублей Напомним, Сергея Горбунова задержали в конце мая Сразу после получения взятки Заметив, что за ним ведется наблюдение Горбунов попытался избавиться от денег Горбунов в течение недели после вступления в должность Главы администрации района Потребовал от местного предпринимателя передачи ему взятки За возможность беспрепятственного поставки угля Для отопления населения города Сумма взятки была им определена в размере 100 тысяч рублей В дальнейшем Горбунов планировал получать часть прибыли предпринимателя Сразу после задержания Горбунов признал свою вину И отправился под домашний арест Однако позже бывший чиновник нарушил меру пресечения И оказался под стражей В ходе предварительного следствия Обвиняемый свою вину не признал Под грифом секретно или по законам военного времени Сегодня в день памяти жертв политических репрессий В Барнауле открылась тематическая выставка Посвященная показательным процессам начала 20 века Теперь уже растекреченные материалы следственных дел Письма, дневники и фотографии Всего порядка полутора сотен исторических экспонатов Представил государственный архив края Они разбиты по трем тематическим разделам Об изменниках Родины и военном трибунале Репрессированных руководителях И о депортированных на Алтай Фронтовые письма и материалы Передают дух того непростого времени И отношение к происходящему пострадавших от репрессий Час победы над Сталином близок Снимайте портреты Сталина и других бандитов И не давайте им продуктов И так далее Конечно, листовка очень сильно его компрометирует Как мы понимаем И за такую листовку, которая была у него изъята Была найдена и изъята И последовало определенное наказание Экспозицию можно посмотреть не только очно, но и онлайн На сайте государственного краевого архива Тех, кто желает посетить выставку лично Просят записываться заранее И не забывать про масочный режим Несколько семей в Барнауле Живут в постоянном страхе И нечеловеческих условиях В любой момент их двухэтажка может сложиться Как карточный домик Однако жильцы не хотят съезжать из аварийного здания И просят повлиять на местную управляющую компанию Чтобы она провела ремонт коммуникаций Но последняя считает это бессмысленным Тему продолжит Никита Ермаков Не дом, а настоящий гейзер Или даже сказочный лес Здесь растут грибы прямо у порога Правда, радости от этого у жильцов нет Говорят, устали вдыхать едкий запах И жить словно на болоте А ведь в доме проживают не только взрослые Но и несовершеннолетние Из-за сырости, говорят родители Дети постоянно болеют В бойлерной нужно срочно ремонтировать трубы Но этого уже устали ждать Ну они приехали, посмотрели Вот это надо поменять Все, уехали То есть их задача посмотреть, въехать Как бы показаться Ни хомутов нету, ни этого нету Это надо менять А кто будет менять? Приедем, делаем завтра Приедут, посмотрят Ой, а вы знаете, это дорого менять То есть мы вам менять ничего не будем Пусть бежит В управляющей компании нам пояснили Что не видят смысла в ремонте коммуникаций Горя дом признали аварийным еще три года назад Все его трубы полностью изношены Восстановить систему отопления невозможно И по причине отсутствия батареи Их прихватили с собой жильцы Соседнего подъезда Которые давно разъехались по новым адресам Там осталось проживать две семьи Которые ни под какими условиями Не хотят переехать Ни в маневренный фонд Ни снять квартиру Там просто живого места нет Трубы до такой степени Гнилые, старые То есть варить их бесполезно Хомуты, ну мы ставим хомуты Но хомутом-то все течитое не устранишь Это же дом под снос Он не пригоден для проживания Вторая часть дома уже превратилась в свалку Время от времени там отмечают новоселье лица Без определенного места жительства Бывает, орудуют закладчики Раньше вот здесь вот собиралась молодежь Пивали спиртные напитки Тут же распили Тут же об стенку разбили стекло Постоянно Ну, сами вот результат видите Как проходной двор То есть здесь у нас и помойка Тут же у нас и общественный туалет Ну вот все абсолютно То есть вот в таких условиях мы живем Летом окна не открыть Потому что невозможно Запах страшный Вот они, пожалуйста На вопрос, почему оставшиеся семьи До сих пор не покинули злосчастные развалины Жильцы отвечают Нет возможности приобрести новое жилье На компенсацию от администрации города 800 тысяч рублей сетуют люди Равноценное по площади Как положено по закону В городе не купить А на комнату в общежитии не согласны Люди подали на мэрию в суд Надеясь на увеличение компенсации В администрации Барнаула нам пояснили Что людям на это не стоит надеяться Правоприменительная практика До сих пор доказывала обратное Но собственники не отчаиваются Они намерены судиться до последнего Пока же просят хотя бы на время Золотать дыры на трубах Никита Ермаков, Николай Шилко День с толком В крае немало и промышленных объектов Которые тоже на грани разрушения А между тем, уверены эксперты-урбанисты Их можно не просто сохранить Но и сделать, например, центром современного искусства Так знаменитый винзавод Или тот же флакон в Москве О перспективах и проблемах Реновации промышленных зон региона Далее Элеватор в центре города Это, как считают многие архитекторы Не лучшее решение Но гигантское здание уже стало частью Барнаула И когда оно начало приходить в запустение Специалисты испугались Что элеватор можно потерять Но сейчас у него новые собственники Которые, как известно, уже начали ремонт Если это здание вернут к жизни То много других уникальных промышленных строений Края в опасности Пример заброшенный дорожжевой завод Или практически разрушенное здание Кожевиного завода Дереволюционная промышленная архитектура Которая для города буквально потеряна Специалисты убеждены в том, что необходим Серьезный подход к промзоне Ее нужно просто систематизировать Я думаю, что возможно на уровне экспертов Привести, возможно, какую-то стратегическую сессию Собрать специалистов в этой области По реновации вот таких промзон А опыт такой есть Опыт есть в первую очередь и у самого Александра Деринга Проект фабрика-завод, созданный его мастерской Предполагал реновацию Барнаульского сереброплавильного завода Он пока не реализован Знаменитая спичка пустует А в стране, между тем, уже есть успешные примеры Комплекс пивоваренного завода в Москве Продолжает богатую историю Уже как центр современного искусства винзавод Федеральный эксперт по реновации промзон Говорит о двух стилях их обновления Снести и построить ТЦ Или снести и застроить высотками Вот этот второй путь, он почему-то пока доминирует Но меня уже радует та стагнация, которая настигла строительный сектор Который занимается строительством жилья А вот барнаульский архитектор и генпланист Станислав Зинков Не приветствует и первый вариант Застройка торговыми и развлекательными центрами – это лишнее По его мнению, всю городскую промышленность нужно оставить на прежних позициях Ведь сформированный во время войны промышленный костяк В основном по проспекту Калинина и космонавтов Устроен правильно Ну так уж получилось, что достаточно удачно была размещена эта промышленная площадка Потому что по всем законам, если город стоит на какой-то речном объекте На реке, да То объекты промышленной располагаются, во-первых, ниже по течению И во-вторых, чтобы по розе ветров все выбросы вредные Уходили от города в Польму и ни в коем случае не попадали на город Так оно и вышло По словам экспертов, продумывать стратегию реновации промышленных объектов можно на базе вузов К примеру, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы развивают урбанистику А Институт архитектуры и дизайна ежегодно выпускает профильных специалистов И, конечно, к работе нужно привлечь как можно больше государственных структур Иначе мы можем остаться еще и без этих памятников архитектуры Андрей Дреер, Андрей Печоркин, День с толком В самом густонаселенном районе Барнаула для посещения открылся новый сквер На его создание потратили 17 миллионов рублей Но благоустройство зеленой зоны вызвало массу нареканий Жители обратили внимание на то, что в новом парке остались неухоженные места О том, почему благоустройство города нередко сложно назвать комплексным, разбиралась Мария Микшута Три сотни деревьев, включая дубы, яблони и черемуху, две сотни кустарников, газон почти в 9 тысяч квадратов А еще полсотни скамеек и фонарей, самый большой по площади и затратам сквер с нетерпением ждали барнаульцы Зеленых зон катастрофически не хватает городу, особенно в спальном районе И все бы ничего, но по соседству с парком огромные лужи, грязь и мусор Ну не хватает, конечно, чтобы было больше благоустройства, чтобы здесь грязи не было Это как бы само собой, чтобы больше было для детей сделано, чем просто сквер Только что говорили об этом с девчонками Как-то недоблагоустроили, надеюсь, что может в следующем году или как-то сделают Потому что весь вид портит эта лужа, грязь непонятная По мнению местных жителей, территорию облагородили не до конца И с точки зрения планировки не все продумали В частности, проектировщики сохранили народные тропы Но не предусмотрели плавных переходов с пешеходной зоны на проезжую Детям даже негде поиграть, надеялось на какие-то детские площадки И да, подъемов то, что нет Конечно, хочется доработок, очень хочется Неприятно видеть, когда весной у нас здесь ездит трактор и разгоняет эту лужу Хочется, чтобы цивилизация уж окончательно была со всех сторон По мнению некоторых, для деревьев и кустарников можно было бы выбрать более подходящее место Например, занять пространство, где сейчас красуется болото Ну и его сушить и зелень посадить будет нормально Деревья в смысле, будет красиво Еще одно место недавнего благоустройства – поселок Научный городок Лоск навели этим летом Положили новый асфальт и сделали тротуар Но не учли один важный момент Здесь регулярно прорывает водопровод Очередная авария случилась накануне Вот в очередной раз, сейчас в октябре месяце, произошел этот порыв То есть произошло благоустройство, все положено, все красиво, аккуратно Приехали сегодня сотрудники администрации, посмотрели Никакой информации толком до нас не донесли У местных жителей резонно возникает вопрос Зачем капитально благоустраивали территорию, если под землей коммуникации себя давно и сжили? Не проще ли было их заменить, а уже потом и красоту наводить? Да поменяйте ж вы водопровод, это же годами длится Это не сегодня, не вчера случилось Это годами длится, годами, годами, годами Но решите вы в конце концов этот вопрос Это ж мы не сегодня именно Это мы сегодня у нас уже крик души был такой Что я сказала конкретно, что мы в яму залезем и будем там умирать Пока вы нам не поставите нормальную трубу Жители устали от постоянных перекопов Тем более коммунальщики после каждой ликвидации аварии наносят ущерб и за собой не убирают И вот всю плетку подели, посмотрите, да это разве так выгодно Когда они уехали, вот до сюда была глина, прям куча И мы все это своими руками убирали Это же тяжело было, мне 73 года я чем Вот и сегодня вышли с плакатами на улицу Потому что в местном сельсовете, по словам людей, проблему не решают На этот раз нас заверили в местной администрации Вопрос урегулируют более щадящим способом В планы ремонтных работ входят наиболее сложные участки Этот участок, он не настолько аварийный Устраняют аварию бестраншейным способом То есть разрытие грунта не происходит Поэтому там благоустройство не нарушено на сегодняшний день В сельсовете нас также заверили в планах отремонтировать водопроводную сеть в 2021-2022 году Что касается доработок по новому скверу в индустриальном районе То ответ чиновников весьма расплывчат Данная неблагоустроенная территория расположена на земельном участке Предназначенном для строительства автомобильной дороги по проспекту энергетиков Когда на месте лужи появится дорога, в мэрии не пояснили И видимо барнаульцам остается набраться терпения и радоваться тому, что уже есть Мария Микшота, Дмитрий Денисов, День с толком Одно из лучших учреждений дополнительного образования региона готовится к юбилею 1 ноября исполняется 75 лет детской музыкальной школе Рубцовска Это учреждение открылось в год Великой Победы Тогда работать в нее пришли сильные преподаватели Участники Великой Отечественной Труженики тыла и блокадники Получившие образование в Европе и лучших университетах Москвы, Одессы и Харькова Наставники подготовили достойных преемников своего дела Виртуозных исполнителей игры на фортепиано Народных и струнных инструментах А также сольных исполнителей Всего за время работы школа выпустила свыше 2,5 тысяч человек Сейчас в ней обучается около 300 детей В этом году Рубцовское учреждение по нацпроекту «Культура» получило 4 миллиона рублей Средства пойдут на покупку инструментов, оборудования и учебных материалов А на этом у меня все Спасибо всем, кто нас смотрит Не только по телевизору, но и в социальных сетях И на YouTube Также для вас работает телефон нашей редакции 205-545 Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза – компания «Эвалар» До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok